ну что ж это youtube здрасте у нас сразу к вам вопрос такой вы при жизни конечно же знали игорь талькова и наверное дружили нет с игорем как бы не дружили но была одна крепкая встреча после которой он не позволил даже петь бывший под и сову он только тогда написал и снимался в фильме князь серебряный играл там я параллельно снимались вот но после вот именно гибель талькова объединила меня и его семью нашу семью и игоря семью и ольга юрьевна была моей второй мамой и володя тальков кстати здесь так что я очень рад его тоже видеть ну так что такие дела у нас дано у нас а мы не сдаем простых банальных вопросов в отличие от телевидения и у нас есть такой вопрос вот на то самое время да в это 90-е года то есть в данном случае там был 92 до чуть раньше возьмем там конец восьмидесятых то есть восьмидесятых говорят что был высоцкий в 90-х это безусловно тальков и люди которые пели гражданской позиции хотелось спросить такой вопрос а вот в артистической среде все понятно да а вот в актерской среде как вообще к нему относились ведь это было очень непростым таким решением в то время непонятно непонятно и смутно его в эпоху перемен вдруг взять и начать песни которые в общем-то еще ленин как говорится да и до сих пор лежит там в зале да тогда лежал и ленин и компартия была сильна такие песни вот как вот внутри артистической среды к этому относились вот просто я сразу скажу я не в ответе за всю артистическую среду я ответил только за себя мое субъективное мнение я считаю одним из самых великих певцов композиторов и поэтов это игорь на сегодняшний день выше его и равного более равного никого нет я так и не вижу по социальной направленность по остроте восприятия по остроте слова по музыкальной форме по актерскому выражению этой формы ягод от одной песни россии можно просто встать и сказать все это уже готовый он уже меньше он уже сделал себе программу уникальную программу та боль за россией которая была у игоря это чувствоваться во всех проявлениях во всех поступках с крестом когда он принес домой крест и в его стихах это человек не просто широкой души во первых очень русский человек русский и во вторых боль россии это настолько лично его боль что это проявлялась моментально и я знаю даже историю мне уже тетя оля говорила ольга юрьевна его мама когда нам буквально горит я встала перед ним на колени сказала игорек не не пиши больше этих песен я остановись вот останови этот темп потому что я потеряю тебя он ведь я встал на эту голгоф и я уже с меня не сверну это его слова поэтому он знал на что шел и он понимал куда шел и предчувствие было постоянно вот когда пока и случилось случилось это чудовищное преступление в октябре 6 октября я хорошо помню вот так что игорь для меня игорь это величайший человек и актер нашего времени величайший он актерский потрясающе делал работа блистательный совершенно характер очень острый мощный сильный ну такой жесткий как в общем-то это время девяностых да вот она очень сильно прям категорично сильно вписывался в ту в ту среду да вот начало девяностых конца восьмидесятых вот этот непонятная смута а вот последний скажем такой вопросик он больше является скорее таким искусственным да все-таки с каким бы персонажем древней руси вы его сравнили вот по потому скажем действию которую он совершил вот мощностью своего своего характера своим творчеством вот так вам больше был бах похож разнятся мнения не знаю разнятся мнения но я думаю что по степени вот восприятие по действию это второй есенин это рубцов и тверд сайта на из поэтов а из политических деятельного него там иван грозный нет 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 я не стану сейчас политики так связывать конкретно ну я думаю что эпоху грозного знал блистательно и я абсолютно уверен что это был непростое решение он хорошо знал историю знал историю екатерины и екатерины 2 очень хорошо знал ну и и знал куда идет россии и что с ней произойдет это он знал точно да и очень хочется сказать что в то время многие узнавали исторические факты именно из его песен потому что же было все категорически закрыто я уверен что сегодня идет искусственное его уничтожение продолжается и я очень жалею что сегодня таких как игорь не хватает сегодня молодежи потому что очень хорошо помню тот момент когда они вышли впервые с песни россия это было почти невероятный случай вышли на прямой эфир я помню как остановились эти беснующиеся глаза молодых людей и зажглись свечи это это было потрясающе стали немножко думать соображать не в бесовстве не в пляске копытами с этими с баре моисеевыми этим голубизной а по-настоящему вдруг открылся такой пласт как вот вихрь ворвался портал целый портал поэтому сегодня его песни настолько актуальны и современные что я другого не знаю просто я говорю искренне совершенно спасибо большое спасибо спасибо спасибо